Не откладывая в долгий ящик, продолжим. Мы с вами настроили доступ удаленный Core, теперь нужно Core подготовить к установке SQL сервера. У нас есть такое понятие учетные записи служб, и для того, чтобы их объяснить, кратко я сейчас перейду к слайду. В подготовке к сертификации Microsoft мы будем разбирать все нюансы этого вопроса. Сейчас я просто скажу, что у нас есть MSA, Management Service Account, специальная учетная запись службы. Значит, для чего она у нас нужна? В Active Directory у нас есть отдельные учетные записи компьютеров, отдельные учетные записи пользователей, и те, и другие можно объединять в группы. Между этими учетными записями есть много разных нюансов, но дело в том, что если мы создаем какую-то политику паролей, например, говорим, что пользователь менял свои пароли каждые 30 дней, пользователю нужно менять свои пароли каждые 30 дней. У компьютеров есть точно такая же политика, только в отличие от пользователей, компьютеры сами автоматически меняют свои пароли по истечению какого-либо периода. И если мы с вами используем в домене какие-то службы, которые мы хотим запускать от чего-либо имени, то при политике паролей, которая требует менять эти пароли, мы можем столкнуться с трудностями. В частности, очень часто любят какие-нибудь администраторы 1С запускать службу SQL от своей учетной записи. Соответственно, через 30 дней, например, им нужно будет сменить свой пароль и затем в свойствах службы перепрописать новый пароль и делать так постоянно. Чтобы так не мучиться, Microsoft нам предлагает учетные записи служб, MSA, и они же бывают еще и групповые MSA. Это учетные записи, которые имеют свойства как пользователя, так и компьютера, то есть мы можем от их имени запускать службы в частности, и в то же время эти учетные записи могут сами автоматически обновлять свои пароли, чтобы соответствовать политике безопасности. Одиночные MSA мы можем использовать на одном компьютере, групповые связывать с несколькими компьютерами, например, создать отдельную учетную запись для всех ваших SQL серверов и на всех ваших серверах запускать SQL от имени этой учетной записи службы. Сейчас разберемся, как в нашем случае с сервер-кором подготовить учетную запись, от имени которой будет запускаться сервер SQL. Мы с вами настраиваем в SUS в домене, хотя мы можем его делать и в рабочей группе, например, и поэтому в домене у нас есть с вами эти учетные записи службы. На отдельной машине, в принципе, можно пользоваться локальными учетными записями, которые SQL сервер создает сам. В домене это не очень корректно. Итак, если я зайду в свой домен через Active Directory пользователей компьютера и включу в виде дополнительные компоненты, я увижу то, что у меня есть отдельный такой каталог Manage Service Accounts MSA. И здесь я при помощи правой кнопки мыши отдельно создать учетную запись службы не могу. Для этого у меня есть PowerShell. Давайте для разнообразия я запущу PowerShell через командную строку, потому что мне в командной строке очень нравится шрифт. И скажу PowerShell, чтобы он импортировал модуль Active Directory для того, чтобы я мог работать с командлетами, которые есть у меня для Active Directory. И сразу создам учетную запись службы. Опять же, я вам дам мануал. В мануале все это подробно написано. Я говорю, создай учетную запись службы с именем в SUS, нижнее подчеркивание SQL MSA, и привяжи ее к одиночному компьютеру. То есть это будет обычная одна учетная запись службы. Нажимаю обновить, и вот у меня эта учетная запись службы появилась. Теперь мне нужно сассоциировать эту учетную запись службы с определенным компьютером. Опять же, есть простой командлет, который говорит добавить AD Computer Service Account, и сделать компьютер в SUS идентифицированным с этой учетной записью в SUS SQL MSA. Учетная запись службы создана. Теперь мне нужно подключиться к компьютеру в SUS, и на нем эту учетную запись инициализировать. Тут могут возникнуть как раз-таки сложности. Значит, для начала я зайду в удаленную сессию. Мы это уже делали через PowerShell, Remote Session. Закину туда нашу функцию для кодировки корректной. И попробую включу компонент, который отвечает за Active Directory PowerShell. Мне так может быть удобно. То есть я через Dism пытаюсь задействовать компонент. Так как я передал функции Encoded, я вижу кириллюцу по-человечески. Она мне говорит, что этот компонент не включен, потому что мне нужно добавить опцию All. Если вы будете внимательно читать, вы это увидите. То есть включи все дочерние компоненты, которые тоже будут нужны. В данном случае вот эти вот RSA Tools и так далее. Операция успешно завершена, функция подключена. Давайте попробуем, проинициализируем нашу MSA. То есть ту учетную запись службы я сейчас попробую ее установить на этот компьютер. Install AD Service Account. На удаленную машину пытаюсь установить эту MSA. И тут я понимаю то, что у меня возникает проблема. Не дается установить связь с сервером. Несмотря на то, что я на сервере на том нахожусь. Значит, мы сейчас с вами с контроллера домена подключены к удаленной машине. А удаленная машина, когда она выполняет команд-лет Install AD Service Account, ей нужно подключиться к контроллеру домена. То есть это уже второй скачок. Получается, я подключен к той машине, а с той машиной хочу подключиться еще дальше. И сделать это в режиме Enter Pass Session не представляется возможным. Поэтому я выхожу сейчас отсюда. И попытаюсь сделать то же самое через Invoke Command. Мы с вами уже пользовались Invoke Commandом. Я говорю, выполни команду на удаленном компьютере в SUS, скрипт блок. Та же самая команда, что была наверху. Install AD Service Account и так далее. Указываю свою учетную запись, от имени которой выполняет эту команду. И передаю через pipeline, через конвейер в команду Convert to Encoding. Это та функция, которая прописана у меня в локальном профиле PowerShell. Нажимаю Enter. Ввожу свой пароль для подключения к удаленному компьютеру. И вижу, что опять у нас не удается установить себя с сервером. Дело в том, что в принципе суть не изменилась. Я пытаюсь подключиться к удаленной машине, а затем с удаленной машины подключиться на контроллеры домена. Именно для того, чтобы мы могли это сделать, в первом нашем видео мы включили CRED SSP сервер, который позволяет нам с нашей вот этой вот машины пробрасывать на удаленную машину наши учетные данные. И поэтому я сейчас выполню всю ту же самую команду, что и в прошлый раз. Но добавлю еще ключ, минус authentication, CRED SSP. То есть включить эту опцию CRED SSP для проброса вот этого моего логина пароля дальше. Жду некоторое время, в моем случае это где-то парочка минут была, после чего вижу то, что функция успешно выполнилась. Для того, чтобы убедиться в том, что учетная запись у меня установилась, я через тот же самый invoke command подключаюсь к серверу в SUS и выполняю скрипт-блок с простой командой test.ad.service.account, имя моей учетной записи MSA. Точно так же указываю свою учетную запись в качестве креденшала и точно так же говорю, чтобы сработал CRED SSP. Мне здесь не нужно уже снова делать convert to encoding, потому что вывод простой у этой команды. Или true, или false. Переводить ничего не нужно с кириллицы. Вижу ответ true, значит у меня учетная запись установилась. Значит, что это нам дает? На удаленном компьютере мы теперь можем запускать службы от имени этой учетной записи. То есть если бы мы находились на другом компьютере, например у нас есть служба plug and play, и вот здесь вот вход в систему, у меня указана системная учетная запись. Я могу на удаленной машине теперь здесь указать учетную запись службы, нашу вот эту вот в SUSS Core MSA и запускать от нее. Но это мы будем делать уже в следующем видео. Если вы уже запутались в том, что я делаю в командной строке, в PowerShell или в каких-то командлетах, и вам даже не помогает мой мануал на сайте, не переживайте. Мы скоро начинаем курс по администрированию Windows, и там начнем с АЗОВ с управления доменом, управления Windows сервером. А сейчас у нас с вами готова учетная запись службы и установлена на сервер в SUSS для того, чтобы в следующем видео мы могли установить SQL сервер и запустить его от имени этой учетной записи службы.